По часам уже наступило время X, звонков не слышно, как обычно, но по-моему часам сейчас 12.22, поэтому давайте начнем. Значит, сегодня давайте мы начнем с подпоследовательности и частичных пределов. Точнее говоря, продолжим, да? Значит, на чем мы остановились в прошлый раз? На том, что мы дали понятие подпоследовательности, да, и доказали теорему Бальсану и Вирш-Трассу, правильно? Значит, была такая теорема. Теорема Бальсану. Да, мы и доказали. Значит, я в любом случае напишу ее. Значит, если последовательность вещественных чисел X, N ограничена, то существует подпоследовательность, то существует, можно сказать, сходящееся подпоследовательность. Значит, это мы в прошлый раз доказали. Ну, сходящееся, по определению, напомню, означает, что у нее есть конечный предел, да? А те, которые сходятся к бесконечности, или там плюс бесконечности, или минус бесконечности, они как бы сходящимися не являются. Ну, вот, тем не менее, значит, можно, в принципе, обобщить эту теорему. Ну, значит, давайте мы напишем небольшое обобщение к теорему. Теорема. Ну, некоторая обобщенная версия, да? Обобщенная версия. Обобщенная теорема Бальсана-Регистрации. Значит, выражает следующая вещь, что из всякой последовательности вещественных чисел можно выделить последовательность, имеющую конечный или бесконечный предел. Значит, из любой последовательности xn можно выделить то последовательность xn-кратая, которая имеет конечный или бесконечный предел. Я напишу так, что имеющую предел, некий предел А, принадлежащий расширенной вещественной оси. Вот. Значит, ну, сейчас мы давайте эту вещь докажем, потому что, в принципе, если последовательность ограничена, то мы просто пользуемся областителем Бальсана-Регистрации. Поэтому нужно освоить случай, когда эта теорема не ограничена, да? Значит, пусть xn не ограничена. Ну, иначе просто применяем обычную теорему Бальсана-Регистрации. Иначе используем классическую теорему Бальсана-Регистрации. Пусть она не ограничена. Ну, давайте, не уменьшая общности, пусть она не ограничена сверху. Потому что, если она не ограничена, то она либо не ограничена снизу, либо не ограничена сверху. Не. То есть, если она не ограничена сверху, то она может быть или не быть ограничена снизу, то это ничего не противоречит. То есть, мне достаточно, чтобы она была не ограничена сверху. Вот. Ну, тогда, что, значит, построим... Ну, точнее говоря, лучше было бы сказать, что выберем подпоследовательность, да? Значит, давайте, я лучше напишу, выберем. Выберем подпоследовательность ХНКТ так, что ХНКТ больше К. Вот. Почему такая потенциальность существует? Значит, ну, в принципе, мы можем встроить, например, по индукции, да? Допустим, у нас построены первые М-члены. Пусть ХН1 и так далее, ХНМ выбраны, да? Ну, то, что ХН1 больше одного, можно выбрать где-то просто напрямую. Следует из-за того, что ценность неограничена сверху, да? Раз на неограниченность сверху, значит, 1 является верхней гранией, значит, существует какой-то элемент, который больше, чем 1. Вот. ХН1, понятно, выбраны. То есть выбраны, значит, ХН1 и так далее, ХНМ. Значит, естественно, здесь подразумевается, что Н1 строго меньше, чем Н2, строго меньше, чем и так далее, строго меньше, чем НМ. Вот. Теперь, значит, опять же, у нас последовательность неограничена, да? Поэтому ХН неограничена сверху. Следовательно, что, ну, следовательно, множество тех индексов Н, для которых ХН больше, чем Н плюс 1, в данном случае. Значит, значит, вот такое множество бесконечное. То есть множество тех индексов, для которых ХН больше, чем Н плюс 1, бесконечное, да? Ну, это просто из негранической системы. Так, и, значит, тогда из этого множества я могу выбрать индекс Н, который будет больше, чем ННТ. Из этого множество возьмем Н плюс 1 больше, чем ННТ. Вот. Ну, раз там, раз это множество находится, раз это множество бесконечное, да, то в нем найдется какое-то число, которое больше, чем ННТ. Вот. Давайте мы его возьмем. Ну и что тогда получается? Тогда получается, что ХН, Н плюс 1 больше, чем Н плюс 1. То есть вот мы построили. Значит, у нас получается для любого М, я могу выбрать вот эти вот М чисел, и получается, что мы по рекурсии, мы рекурсивно построили подпоследовательность, которая обладает вот этим свойствами. Длиннотельная искомая подпоследовательность построена в рекурсии. Значит, искомая. Тут как бы есть некоторые детали, что сейчас построено по рекурсии, да, в общем, мы обсуждали, рекурсии вроде как нет. Ну, давайте сейчас не будем, когда я себя слишком формализовываю, я думаю, в целом понятно, как эта подпоследовательность выбирается. Если вопросы будут, я готов на перерыве более детально это и вложить. Так, значит, ну вот, это мы обсудили. Ну, а раз у нас выбралась вот такая вот последовательность, то к чему она стремится? Ну, да, значит, получается, что вот этот термин при бесконечности, значит, эта подпоследовательность как бы подпирает отнизу последовательность, то есть термин при бесконечности. Значит, по термин при переходе в неравенство. Вот, дальше стоит написать, что если их цены неравенично, а снизу, то налогично. Так, ну вот, доказали термин. Теперь упражнение, которое, в принципе, еще в прошлый раз надо было вам предложить, но сейчас не поздно это сделать. Значит, классное упражнение. Вот, если вы хотите почувствовать себя в роли Бальсана или Штрафса, то можете доказать аналогичную термин. Что это из того, что из любой последовательности, можно выделить монотонную последовательность. То есть не строго возрастающую или не строго убывающую, потому что всегда можно выделить какую-то подпоследовательность, которая монотонная. Так. Ну вот. Значит, теперь давайте мы... Пойдем дальше, начну. Значит, далее давайте мы напишем термин, которое дает нам критерий того, что некоторое значение нашей вещественности является частичным пределом. Критерий частичного предела. Ну, по-моему, я еще не определил какой частичный предел, да? Значит, ну давайте я чуть повыше напишу определение. Значит, извините, это немножко получится. Ну, в принципе, я думаю, все уже с этим определением знакомы. Значит, значение а из обширенного множества вещественных чисел называется частичным пределом последовательности хн. Если существует последовательность, которая сходится к этому значению, да? Если существует хнкт, то такое, что хнкт сходится к при к 3-мя-чем бесконечности. Нет, не написал. Это последовательность, но подразумевается по последовательности. То есть, если существует последовательность, которая сходится к. Вот, и, значит, вот, что из себя представляет критерий того, является данное множество, или является данное значение частичным пределом или нет. Значит, вот очень простой критерий. А, принадлежащая R с частой, является частичным пределом. Эпсилон хнкт, тогда и только тогда, когда для любого эпсилу больше нуля в эпсилу на окрестности значения а, значит, находится бесконечное множество элементов по последовательности хнкт. Вот. Что это означает? Вот здесь имеется в виду именно, что множество индексов, m, для которых хн попадает в эпсилу на окрестность, бесконечно. Ну, есть множество, множество тех индексов n, для которых хн принадлежит у эпсилу на окрестность, бесконечно. Так, ну, это несложно доказывать. Это, в принципе, в одну сторону вообще довольно очевидно, да, значит, необходимость, как проверить. Ну, предположим, что у нас а, частичный предел, тогда существует... Существует последовательность хнкт, которая сходит... ...кт. Вот. Ну, и тогда, раз насходится, да, то у любого эпсилу больше нуля существует какое-то число n, такое, что любого k больше n хнкт попадает в эпсилу на окрестность а. Вот. То есть, получается, вот в это множество, по крайней мере, войдут все те нкты, у которых k больше, чем n. Следовательно. Ну, я неправильно написал, значит, надо написать так, что это будут... Что сюда войдут все те нкты, для которых k больше, чем n, да. Вот. Ну, и это множество бесконечно. Оно бесконечно, ну, например, в силу того, что нкты строго вырастают. Так. Хорошо. Теперь достаточность, как проверить. Значит, ну, вот достаточность, может быть, я не буду писать, потому что, в принципе, аналогичное рассуждение тому, которое здесь есть. Ну, смотрите. То есть, предположим, что у нас значение a обладает тем свойством, что в любой эпсилу на окрестности значение a находится бесконечно много элементов в течение xn. Значит, ну, возьмем xn1, ну, ладно, давайте я напишу все-таки. Значит, выберем и последовательность xnk так, что xnk принадлежит у 1 на k оттанки. Тогда такая последовательность будет сходиться k. Значит, ну, и давайте я здесь напишу, что m ну, во-первых, так. Понятно, что это аналогичное рассуждение тому, которое было вот в этом показательстве. или надо написать подробнее. Ну, хорошо, да. Значит, аналогично, да. Вот пусть у нас пусть xn1 и так далее xn, m выбраны. Значит, множество тех индексов m, для которых xn принадлежит у 1 на m плюс 1 от a. это множество по условию бесконечно. Вот. Значит, в нем найдется элемент, который больше, m, 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 m плюс 1 40 больше, чем m, m, m. Ну, и тогда получается, что xn m плюс 1 принадлежит у 1 на m плюс 1 от a. Вот. и такая поплощенность, которая обладает этим свойством, у нас получается для любого k xnk принадлежит у 1 на k от a. Следовательно, xnk сходится k и k стремящимся к бесконечности. Следовательно, а является частичным пределом. честным пределом. Так. Вот здесь вот, вот смотрите, мы посмотрим на множество тех индексов n, для которых xnk попадает в epsilon окрестность a с epsilon равным 1 на m плюс 1. Значит, в условии этого множества бесконечного, значит, из него можно выбрать n равное m плюс 1, которое больше, чем n, m, t. Из-за того, что в любом бесконечной множестве натуральных чисел есть сколько угодно большие натуральные числа. В частности, есть натуральные числа, которые больше, чем n, t. Так, ну вот, хорошо, доказали. И теперь еще заключительная речь из этой серии. Сейчас, или там еще что-то надо рассказывать. Ну, значит, еще одна важная такая теорема, которая позволяет удобно, значит, описывать и исследовать нисходимость в последовательность, привлекая множество частичных пределов. Значит, теорема о единственном частичном пределе. Хотя, по-моему, это, в принципе, вообще одна из задач задания. теорема о единственном ее может сформировать следующим образом, что последовательность xn имеет предел a, принадлежащий r с чертой когда только тогда, когда a является a является единственным частичным пределом последовательности xn является единственным. Ну, значит, как это дело доказывать? Ну, мы можем, в принципе, вот этим критерием частичного предела воспользоваться. Значит, что тут можно сказать? Вот, предположим, что последовательность xn имеет частичный предел a. Да? Вот. Тогда по определению сходимости что у нас получается? Что значит, для любого ε больше 0 в ε окрестности значения a будут находиться все элементы последовательности начиная с некоторого номера. Вот. Ну, значит, то есть, я что хочу проверить? Значит, значит, во-первых, понятно, что если у нас имеет предел a, то a будет частичным пределом, да? Если, значит, если xn сходится к a, к n сняющейся бесконечности, то a это частичный предел. И поэтому доказать, что необходимости сводятся к тому, чтобы доказать, что других частичных пределов нет. Значит, покажем, что других частичных пределов нет. Вот. Как это сделать? Значит, предположим, что есть какой-то b отличный от a, пусть b не равно a. И там мы можем выбрать такую f-окрестность, значение b, да? Значит, которое не пересекает какую-то, ну, которое не пересекает a. Ну, давайте так. Пусть f-окрестность, Ну, да, мы это, ну, я это и написал, что мы этим просто воспользовались. Значит, ну, давайте я здесь картинку нарисую, а может, вроде вещь простая. Значит, вот я пока на картинке попробую сказать. Значит, мы знаем, что последовательность сходится k, вот есть какое-то b, мы хотим догадать, что b не является частичным пределом. Значит, тогда, если мы хотим прийти к противоречиванию с этой теоремой, нам нужно предъявить какую-то окрестность b, в которой лежит конечное число членов последовательности xn, да? Вот, ну, значит, просто возьмем какую-то окрестность b, куда a не попадает, вот, и возьмем какую-то не пересекающуюся с ней окрестность a. Тогда, значит, все элементы последовательности, начиная с некоторого номера, попадают сюда, ну, а, значит, здесь может быть только конечное число элементов последовательности, правильно? Вот, поэтому, ну, в принципе, доказать как бы нечего, получается. То есть, давайте я пробую здесь, вот, как написать, что... когда существует эфсиум больше нуля такое, что вэпсиум от а не пересекается с вэпсиум от b, вот, в силу сходимости все члены последовательности, начиная с некоторого номера, лежат вэпсиум от а, значит, множество тех членов, которые лежат вэпсиум от b, конечно. вэпсиум от а лежит лишь количество элементов xp, вот, следовательно, b не является частичным пределом. Вот, необходимость мы доказали, теперь остается насчет достаточного. Ну, значит, аналогичное рассуждение, значит, вот, предположим, что а это частичный единственный частичный предел. Пусть а, принадлежащая r, это единственный предел. частичный предел. Частичный последовательности xn, и, значит, мы хотим доказать, что xn сходится к а, докажем от противного, значит, пусть xn не сходится к а, приятности мягчатей бесконечности. Вот, тогда, что получается, да, по отрицанию определения предела существует ε, больше нуля, что вне у ε от а лежит бесконечно много элементов ответственности xn. Что еще раз? Хорошо, ладно. Вне ε от а да, ну, то есть, смотрите, еще раз, что мы доказываем? Мы доказываем, что если значение а из n с чертой является единственным частичным пределом последовательности xn, то xn сходится к а. Вот, как мы доказываем, мы доказываем противную, пусть xn не сходится к а. Вот, значит, ну, если написать в квантерах критание этого определения сходимости, да, то, что получается, что существует ε больше нуля, как вовсе любого n из n существует n больше, чем n, такое, что xn не принадлежит у ε от а. Правильно. То есть, вот, это просто в квантерах отрицание того, что xn сходится к а. Вот. лежит бесконечно много элементов последовательности xn. Давайте я попишу по разборщине. Бесконечно много элементов последовательности xn. Так. и тогда получается, что давайте мы рассмотрим из них последовательность. составим из них из них последовательность xn в конце. То есть, получается картинка такая, что вот есть значение а, и оно каким-то образом не оказалось пределом последовательности. Значит, вот существует какая-то ε на креслости этого значения. Это такая, что вне нее находится бесконечно много элементов последовательности. Значит, вот мы выделили какую-то последовательность xn, элементы, которые лежат вне ε на креслости а. вот. Тогда по теореме, значит, по общенной теореме Больсана-Вейш-Трасса у этой последовательности есть частичный предел. Да, вот. У xn существует частичный предел. b, принадлежащий r-чертовой. Вот. и поскольку у нас вот эта последовательность не попадает в ε-окреслости а, да, то мы что-то точно можем сказать, что этот частичный предел будет отличен от а. то есть xnk не принадлежит к ε-окреслости и его k, в b не равно а. Ну, а этот пример можно увидеть по теореме о предельном переходе в неравенстве, да, значит, ну, вот это вот. Да, да, правильно. Сейчас, вот это для любого k относится к этому я извиняюсь, да. Логичнее было бы, значит, мы обычно пишем kontra и do, да, но иногда удобно бывает после упреждения от kontra. То есть вот тогда получается, смотрите, b является частичным пределом под последовательностью последовательности xn, ну, значит, b будет и частичным пределом самой последовательности xn, да. Б это частичный предел получили противоречие единственности. ну, теперь терем, доказано. так теперь еще есть важное очень свойство может дело которое стоит того что в нем есть супрема инфимум и эти супрема инфимум они сами являются частичными пределами так значит давайте ну давайте здесь напишем за теорему пусть п это множество всех частичных пределов последовательности x тогда точная нижняя грань p и точная верхняя грань p принадлежат p то есть сами являются частичными пределами давайте мы просу прием докажем ну картинка будет такая вот и пусть есть какое-то множество частичных пределов и вот предположим что у него есть точная грань точная верхняя грань супремом p вот тогда что получается что какой бы и все он я не взял если я смещусь на эпсиум влево да то найдется какой-то какой-то элемент множество п который попадает в эту в эту эпсиуму окрестность супреума п правильно вот и значит теперь вот я нашел какой-то частичный предел который попал в эпсиуму окрестность супреума п я могу у этого частичного предела какую-то дельта окрестность которая будет целиком лежать в эпсиуму окрестности супреума п и и что получается значит получается что элементы последовательности у нас будут расходиться значит из элементов последовательности можно выбрать подпоследовательность которая сходится к вот этому частичному пределу значит в дельта окрестности этого частичного предела будет лежать бесконечно много элементов этой подпоследовательности ну значит и сама последовательность получается что в эпсиуму окрестности супреума живет бесконечно много элементов членов последовательности. Ну, получается, что поскольку эпсилум произвольна, то вот в этой эпсилум окрестности, поскольку эпсилум произвольна, получается, что супрем П будет частичным пределом по критерию частичного предела. Ну, теперь давайте я запишу словами все. Значит, по определению супрема любого эпсилум больше нуля существует какой-то Х, принадлежащий П, пересеченному с Уэпсилум к супремому П. Ну, сейчас я запишу пару строк и сделаем перерыв. Вот. Значит, вот этот Х мы выбрали. Значит, вот здесь у нас верхние, вот эти большие скобки, они символизируют эпсилум окрестность супрема П, да? Вот. Выбрали Х из из эпсилум окрестностей супрема П. Х является частичным пределом. Ну, значит, в любой окрестности Х находится бесконечно много элементов ценностей Х. Вот, выберем дельта больше зря так, что у дельта от Х лежит Вэпсилум от суп П. критерий частичного предела у дельта от Х находится бесконечно много элементов последовательности Хм. Вот. И теперь, если мы учтем, что у дельта лежит Вэпсилум, да, то, что получается, что любого эпсилума больше нуля, Вэпсилум от супрема П находится бесконечно много элементов Xm. супремом П частичный предел. Следовательно, в любой пэпсилум окрестности супрема П держит бесконечно много элементов Хм. Ну, и тогда получается, что супремом П частичный предел. вот, закончим определением. Если П это множество всех частичных пределов последовательности Хм, то, значит, вот верхним пределом последовательности Хм называется супремом П, а нижним пределом называется инфимом П. И в силу заказа теоремы и то, и другое являются частичными пределами последовательности Хм. Так, ну вот, все, давайте сейчас перерыв сделаем. Сейчас или лучше на перерыве? Доказательство какое последнее? хотя бы последнее? Вот это доказательство. ну, давайте я попробую за одну минуту примерно это сделать. Значит, вот, рассмотрим множество всех частичных пределов последовательности Хм и рассмотрим его точную верхнюю грань. Значит, возьмем эпсилл окрестности точной верхней грани. Значит, по определению точной верхней грани, да, если я смещаюсь налево, то найдется элемент множества, который больше, да, вот, получается, что в эпсилл окрестности нашелся какой-то элемент множества частичных пределов. Х, принадлежащий П. Вот, возьмем, значит, возьмем него хуже дельта окрестность, которая лежит в этой эпсилл окрестности. Почему Х является элементом множества частичных пределов? Ну, потому что, вот, смотрите, давайте так, вот, пусть приемом П это конечная величина, да, значит, тогда получается, что для любого эпсилл больше нуля существует Х, принадлежащий П, такой, что Х больше, чем с приемом П минус эпсилл. Потому что, смотрите, ну что такое точная верхняя грань, да, это такая, это верхняя грань, такая, что любое меньшее число уже не является верхней гранью, а раз она не является, значит, существует элемент норм, который больше. вот. Убедил? Так. Ну нет, давайте сделаем перерыв сейчас все-таки. Затекут до 5 минут. Ну, если, если я, если еще вопрос остался, то подойдите сейчас, давайте я пытаюсь выяснить. так, ну, ну что, давайте продолжать, да. вот важный пример, который мы затронули, который все это позволяет пояснить, это пример последовательности минус 1 степени n. Давайте я вот здесь напишу. Пример. значит, вот если у нас xr, это минус 1 степень n, тогда, значит, можно проверить, что множество частичных пределов стоит только из двух элементов, из минус 1 и 1. Ну, естественно, получается, что верхний частичный предел это 1, а нижний частичный предел или просто нижний предел это минус 1. Вот. И еще здесь я хотел бы рекомендовать одно такое немножко сложное упражнение, но я попробую к нему дать указание. посчитал упражнение такое требуется описать множество всех частичных пределов последовательности xn равное синус n. Вот. Ну, это такое не очень простое упражнение, значит, и... но оно хорошее, значит, и здесь важно какая идея, значит, что такое последовательность синус n. значит, мы берем окружность, да, и откладываем на ней угол 1 радиан, вот, значит, и потом еще раз откладываем угол 1 радиан и так далее. может быть, не очень аккуратно нарисую, ну и так далее. И, значит, вот нужно рассмотреть какую-то фиксированную такую дугу и здесь. и нужно рассмотреть следующий вопрос. Вот если мы будем эту дугу поворачивать, здесь я нарисую n уже, допустим, радиан, и здесь получится дуга такая. Вот это вот у нас первая дуга, первая, а это n, значит, вот. вот ключевой вопрос в том, будут ли эти дуги попарно пересекаться, могут ли эти дуги попарно не пересекаться, да? Значит, могут ли может ли быть такое и n не пересекаться с i-m при m не равном m. Ну, это упражнение давайте я так с звездочкой напишу, там может, оно не очень простое, вот. То есть, это тут указание. Указание. Вот. И еще одно хорошее упражнение. Да. Да, значит, ну, что это такое? Что такое и n-t? Значит, это множество точек окружности, для которых угол принадлежит и принадлежит значит r- и y n- и y-m все фиксируется. То есть, вот, и n такие вот углы. Вот. Ну, если этого будет мало, вы меня спросите, я потом подробно объясню. есть еще попроще вариант, смотрите, еще один пример. Вот помните, мы доказали, что множество рациональных чисел счетно, да? Ранее было заказано, что значит, множество рациональных чисел счетно, что q ну, счетно. Ну, значит, существует последовательность, да, существует последовательность qn такая, что это qn. Вот из всех рациональных чисел можно образовать некоторую последовательность. Значит, что тогда будет множеством частичных пределов последовательности вот этой qn? Что будет? множеством всех частичных пределов qn. Множеством p всех пределов qn. r, да, значит, вот ответ такой, ответ, что r? r. в принципе есть такая теорема, которая нам пригодится, значит, пока докажем просто как утверждение, да? утверждение, да. что еще раз? r, да. Ну, значит, вопрос правильный и ответ у него в принципе содержится вот в этой теореме, да? смотрите, значит, если у нас множество этих пределов включает в себя r, то автоматом плюс и минус бесконечности, да, они живут с приемами и инфимумами, это множество, ну, да, они получаются в него входить, то есть, если строго, то да, то r с чертой. Вот, ну, это понятно с другой стороны, потому что можно просто взять qn, qnr, ну, значит, мы можем как-вы, значит, натуральные числа и временем рациональными, да, из них можно оставить будет вещество. Так, значит, давайте докажем пока такое утверждение, утверждение такое, что множество рациональных чисел всюду плотно во множестве вещественных чисел, значит, это просто называется, значит, q всюду плотно в r. Вот, а что это означает? значит, будет название это утверждение, а подразумевает следующая вещь, что для любого x, принадлежащего r, для любого ε больше нуля, существует q, которое принадлежит множеству рациональных чисел и одновременно с этим ε окрестности x. то есть, в любое ε окрестности вещественного числа можно выбрать рациональное число, вот, ну, как-то можно доказать, ну, давайте мы, например, предположим, что x принадлежит отрезку 0,1, потому что если это не так, то мы можем выбрать значит так, смотрите, утверждение q, значит, это как бы мы словами это утверждение формулируем, вот, а что мы под этим подразумеваем? мы под этим подразумеваем, что для любого вещественного числа x, для любого ε больше 0 найдется рациональное число, которое принадлежит ε окрестности числа x, то есть, вот, само утверждение стоит 40 тысяч. Что, что еще раз? Нет, это утверждается, что я, что, ну, смотрите, что в ε окрестности x найдется рациональное число, то есть, другими словами, существует кук, что принадлежит к пересечению множества рациональных чисел, ε на окрестности x. Вот, значит, положим, что, ну, вот так вот ходить, сколько? Ну, обычного пересечения больше приоритет, чем принадлежность, но, ну, вот так вот, можно пробовать поставить в скупе. Ну, значит, ну, как можно доказать, значит, например, да, пусть x принадлежит 0,1. А в общем случае архимеда существует, в общем случае, в принципе архимеда существует n, принадлежащая n, такое, что x принадлежит n n плюс 1, да, поэтому общий случай сведется вот к этому случаю. Ну, и что тогда нужно, нужно сделать? Значит, мы просто можем разбить этот отрезок на 2 в степени n частей, где 2 в степени n меньше, чем и все. Давайте здесь напишу. Пусть значит, n принадлежит n ну, или не обязательно 2 даже, можно просто разбить на n, да, что 1 на n меньше, чем ε. Это тоже из принципов архимеда следует, что такое n существует. ну, тогда 0 2 на n значит, тогда 0 1 это будет 0 1 на n объединенное. Значит, вот когда объединение пишем таким прямым символом, это означает, что множество пар не пересекаются. вот так, 1 на n значит, что там будет? 2 на n объединенное и так далее, объединенное n 1 на n 1 вот, ну и да, что x должно попасть в одно из этих множеств, да. Значит, получается, следовательно, существует какое-то k такое, x принадлежит k на n и так, как вы, вышли, к минус 1 на n k на n, да. Вот. Ну, у нас квадратное здесь, поэтому последнее квадратное. А, предпоследнее. Нет, я имел в виду, смотрите, как вы, я хотел написать, давайте я напишу поподробнее. Что значит у нас? Вот здесь будет квадратное, а здесь круглое. Вот, ну и так далее. То есть, левое, левое квадратное, а правое круглое. Ну, обычное объединение. Ну, не, ну можно и обычное объединение поставить, просто более однозначно получается, что он по-моему, из них получается. Но это не принципиально, можно и обычные скобки поставить. Так, дальше что у нас получается? У нас будет объединенное с n-1 на n и здесь 1. Так. Вот. существует, как у нас существует, какой-то k, такое, k-1 на n, k на n, да. Вот. Вот здесь неважно, можно сказать скобку. Ну, смотрите, можно, и как бы, если мы хотим совсем строго рассуждать, то можно сказать, так, что если x принадлежит, если x равно 0 или 1, то это национальное число, поэтому это неинтересно, да. Значит, поэтому, ну, давайте, например, так рассмотрим, круглая скобка. Значит, тогда здесь, то я напишу круглую скобку, у нас еще будет единообразно. Вот тогда вот будет все аккуратно. Значит, ну, существует x, такое, существует k, такое, что x принадлежит k-1 на n, k на n, ну, и так получается, что, поскольку x принадлежит на трезвенную отрезку, расстояние от x до k на n не больше для этого отрезка. То есть, модуль x минус k на n меньше 1 на n значит, вот, а это вот меньше ε. Естественно, как раз вот этот q, равное k на n принадлежит у ε от x пересеченным с q. вот. Но это вот мы доказали, как бы просто, что любое вещественное число можно сколько угодно точно предвидеть рациональным числом. Но, вот, в качестве упражнения, наверное, это, да, давайте лучше оставим вот эту вещь, что, значит, здесь немножко другая вещь написана, что для любого вещественного числа найдется какая-то под последовательность вот, последовательность всех рациональных чисел, которые сходятся к этому числу. Ну, в принципе, понятно, как доказать, используя вот этот результат. сужать ε на окрестности и из них выбирать рациональные числа. Какое? Вот это? Вот это? Ну, хорошо, значит, давайте еще раз. Значит, значит, вот, будете у меня ехать, с которой нужно приблизить рациональным числом, поскольку, по принципу, я всегда могу найти натуральное число n, такое, что x принадлежит от n до n плюс 1, но это не напрямую по принципу, а это из него следует, да, то мне достаточно, как бы, вместо x рассмотреть x минус n, и да, это будет число, которое принадлежит отрезку от 0 до 1. Правильно? То есть, вот, достаточно это утрудение доказать для случая, когда x принадлежит отрезку от 0 до 1. При этом, значит, если x равно 1, то это рациональное число, и доказывать нечего, поэтому достаточно рассмотреть случай. x принадлежит от 0 до 1, потому что 1 это рациональное число, вот. А дальше мы вот этот промежуток от 0 до 1 разбили на n промежутков длины 1 на n, ну и какой-нибудь x, западая, получается, впадает в один из этих промежутков. так, ну ладно, давайте, значит, теперь что? Все-таки, наверное, давайте мы докажем, давайте что, раз вы меня просите структурировать, ну, наверное, лучше вот это доказать, да? Значит, докажем теперь, что любое число является частично пределом последовательности и пусть x принадлежит R покажем, что x является частичным пределом последовательности qn. Где qn это последовательность всех максимальных чисел. вот. Ну, значит, что нам получается нужно сделать? Нам нужно построить какую-то подпоследовательность, нам нужно n выделить подпоследовательность, которая сходится в x. n-ката такую штуку n-ката сходится к x при к стремящихся бесконечности. Вот. И мы ее тоже будем строить рекурсивно, пусть какие-то элементы. Пусть qn1 и так далее. qnm выбраны. Выбраны. Вот. И, значит, как мы будем их выбирать? Давайте мы будем предполагать опять, что qn ката минус x по модулю меньше, чем 1 на k. Вот. тогда что получается? Значит, вот предположим, что у нас выбраны qn1, qnm, так, что для каждого k выполнено вот это неравенство. Ну и естественно, что n1 меньше, чем n2 дали меньше, чем nm. Вот. И я хочу выбрать теперь n. Выберем n n plus 1 так, что n plus 1 должно быть больше, чем nm. И вот это что выполнено? Значит, получается qn n plus 1 минус x меньше, чем 1 на m плюс 1. Да. нет, но нам уже нужно построить, то есть, мы пошагал строим последовательность, да, и все по-простому говорить. Значит, нам нужно из вот этих вот индексов последовательности n, n, значит, из индексов последовательности qn. Вот, из индексов n нам нужно образовать какую-то полгомонотонную последовательность, строго вырастающую последовательность. Вот. Строго говоря, мы выбираем даже не qn1, да, это не некий жаргон, мы выбираем просто n1, n2 и nm, потому что значения qn1 определяются выбором n1, n2 и так далее. Вот. Но смысл в чем, что мы как бы выбрав первые значения индексов, мы должны выбрать следующий индекс. И чтобы у нас было выполнено определение, нужно, чтобы индекс m плюс первый был строго больше, чем m-то индекс. Вот. Ну, теперь что, значит, нужно сделать сделать? Ну, что еще раз? Ну, вот сейчас мы доказываем, да, сейчас мы доказываем, что мы всегда можем выбрать индекс nm плюс 1, такой, что он больше, чем nm, и что выполнено, неравенство. Вот. Ну, что можно сказать? Давайте мы посмотрим просто на ε на крестность, рассмотрим, рассмотрим, значит, ε на крестность с ε равным 1 на m плюс 1. Значит, рассмотрим у ε от x с ε равным 1 на m плюс 1. Вот. Значит, давайте посмотрим на множество ε от x, пересеченное с q. То есть, множество тех персональных чисел, которые попадают в ε окрестность x. Вот такое множество. Оно какое? Оно конечное или бесконечное? Это бесконечное множество, да? Значит, получается, что множество индексов n, для которых q nt попадает в эту ε на крестность бесконечно. ну и а у нас есть конечное число индексов, которые были выбраны на предыдущих фраграх. Значит, всегда можно из этого множества выбрать индекс n, m плюс 1, который будет больше, чем n, m. ну и значит, таким образом, имея м элементов последовательности вот от последовательности я могу всегда выбрать следующий элемент последовательности и это мне дает последовательность м ку-н-н-н-т да это сын видите так наверное можно и проще не спорить арифметического смотрите нам нужно чтобы было последовательность то есть нам нужно чтобы вот эти индексы строго возрастали вот это то же самое вот ну ладно главное что сейчас я думаю в этот момент понятно понятно я надеюсь но фактически есть что утверждает то в любом интервале значит здесь вы используете такое рождение любых вещественных чисел а и b а б пересеченная с q значит любых чисел таких что строго меньше чем бы чем бы вот это множество бесконечно вот но это довольно очевидное утверждение потому что доказывает также как как то что множество рациональных чисел в интервале 0 1 черта за множество счет но это уже давайте не буду доказывать чтобы дальше пойти вот ну кто говорит так хорошо значит теперь еще одно небольшое утверждение но не скажете честно доказывать или не от доказывать ладно тогда критерий каши завтра будет значит но еще одно важное утверждение почти пределы значит пусть xm это последовательность вещественных чисел последовательность нет когда будет это следовать смотрите значит вот вот рассмотрим у нас который здесь и буду скобку записано это те индексы для которых мт одновременно и псевдокрестности икса и ку да вот если мы не за то множество берем n то у нас автоматом по определению то множество куэнт и будет впадать в пересечении всего окрестностей икса и ку ну да вот и и есть на что я строго говоря есть не доказал что отсюда следует что и куэн к то я сходится то есть еще я забыл написать такую вещь и звездочки следует что n к то сходится к икс но это уже как бы в этом очевидно вот так теперь значит утверждение про верхний и нижний предел так это кажется звонок поэтому видимо мне придется оставить без доказательства или завтра вначале доказать значит смотрите вот пусть есть какая-то произвольная последовательность вещественных чисел тогда вот верхний предел при н стремящихся к бесконечности xn он будет равен пределу при н стремящихся к бесконечности супремуму пока больше либо равных н икс като а нижний предел это предел при н стремящихся к бесконечности филов пока больше либо равных н икс катах вот ну давайте сейчас вроде как принял или еще не прозвенел значит и да я просто прокомментирую а вы попробуйте пока одну к завтрашнему дню попробуйте сами доказать смотрите вот рассмотрим вот эту последовательность которая равна супремуму пока больше либо равного чем вот эта последовательность она что про нее можно сказать монотонно или не монотонно монотонно возрастает или убывает как говорите не строго возрастает возрастание мне не очень нравится потому что смотрите как бы мы когда н увеличиваем мы получается множество у которого берем супремум и уменьшаем правильно поэтому значит прием при этом может только уменьшить ну по крайней мере не может увеличиться значит она получается не строго бывает правильно сказать тогда вот поэтому у нее есть предел поэтому да вот это вот эта запись вот ну а дальше надо все-таки попытаться доказать что имеет место равенства но я до завтра наверно просто возвращали надо доказывать или нет надеюсь что вы легко доказали мы можем двигаться дальше спасибо